Семья, война и любовь. Послевоенная жизнь на примере одной деревни. В Русском драматическом театре прошла с премьера спектакля «Синяя-синяя речка» по пьесе Бориса Вахтина. Действие посвящено 70-летию победы в Великой Отечественной войне. А те, кто еще не побывал на высоком берегу Синей речки, могут это сделать в конце ноября и в течение всего 2015 года. Драма «Синяя-синяя речка» повествует не о военных действиях, а об обычной жизни в деревне. Режиссер поставил перед собой нелегкую задачу – говорить о войне и о том, как повлияла она на судьбы людей не напрямую, а через события и человеческие отношения. Само произведение в России ставится всего в третий раз. До этого его сыграли в Санкт-Петербурге и в Москве. Ведь основное про что пьеса – это пьеса про любовь, про нас, про страну. Ну, то есть это огромное количество… Вот если символы, говорить про символы, то символ любви, символ страны, символ каких-то отношений. Вот это все очень есть. По крайней мере, мы хотим, чтобы это было. Вот. И большая такая любовная история. Очень красивая. Очень романтическая. История любви Михеева и Полины – основная тема драмы. Муж не вернулся с поля боя, но его жена, оставшись одна с детьми, все-таки сумела выстоять в этой жизни. В спектакле задействовано более 20 актеров. Главные роли играют заслуженный артист Чуваши Николай Горюнов и Екатерина Мальцева. Роль очень интересная. Мне она близка, потому что, мне кажется, заложено здесь вот как раз то, что не хватает нам в наше время. Вот этой вот чувственности во взаимоотношениях друг с другом, доброта, которая вот актуальна всегда, мне кажется. Этого не хватает, мне кажется. Вот зритель придет, посмотрит, получит огромное удовольствие от работы. С данной постановкой актеры будут участвовать в Международном фестивале русских театров «Республика России» и стран зарубежья, который пройдет в Вишкороле. Татьяна Трофимова, Анастасия Алангина, Евгений Анисимов. «Республика».